Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях. Начальный этап строительства нового моста вместо старого. Сдача в эксплуатацию намечена на конец текущего года. Всегда на передовой сегодня республика простилась с участником специальной военной операции Тамерланом Устаевым. Нокбун, как отмечали старый Новый год, наши предки. Начальный этап строительства нового моста вместо старого. Совместно с работниками Дорекспостроя работают и российские специалисты по строительству мостовых переходов. Стройка будет вестись с учетом сохранения первоначального облика. Все подробности у Стеллы Бясровой. Первый этап строительных работ на улице 13 коммунаров идет строительство нового современного моста через реку Ляхва. Специалисты приступили к наладке основы будущего мостового перехода. В работах задействованы как местные, так и приглашенные специалисты. Фундамент опоры моста специалисты сооружают на буронабивных сваях. Это надежный способ строительства мостовых переходов. Специалисты утверждают, что таким образом мост сможет выдержать землетрясение магнитудой 9 баллов. Фундамент сооружают путем устройства в грунте скважин с последующим заполнением их армированным бетоном. Строителям предстоит просверлить 12 метров вглубь земли. После установить цилиндры. Всего их будет 48. Начальные работы строители планируют завершить до наступления паводков. Препятствий для активных работ у них нет. Вместе со специалистами дорекс-построя работают и российские, специализирующиеся на строительстве мостовых переходов. По проекту новый мостовой переход станет более современным, сохранив исторический облик. Проезжие пешеходной части будут расширены. На последнем этапе строительства установят освещение и смотровые площадки. Я проект Магазка. Четвертая категория фундамента Магазка. Я проезжаю часто 19 метров. А у меня 5 метров, а у меня есть 30 метров. Ну, может, а метр, а у меня есть 30 метров. Я буду строить. Строительство нового моста было внесено в инвестиционную программу на 2012. 2020-2022 годы. Однако работы были приостановлены из-за общественного резонанса. Некоторые жители выступали против снесения старого и строительства нового моста. Между тем, высоквалифицированными специалистами были проведены экспертизы, согласно которым мост был признан аварийным. После долгих дискуссий, круглых столов и даже парламентских слушаний в этом вопросе была поставлена окончательная точка. Перед началом основных работ через реку был построен временный пешеходный мост для того, чтобы жители Левобережья могли беспрепятственно добираться домой. По словам строителей, он надежный, прочный и, самое главное, безопасный. Стелла Бязарова, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. В Пятигорске проходит заседание Совета Северо-Кавказской парламентской ассоциации, в работе которой принимает участие делегация парламента Южной Осетии во главе с председателем парламента Аланом Албуровым. Обращаясь к парламентариям Северного Кавказа, Алан Албуров отметил результаты деятельности ассоциации по развитию межпарламентских связей в регионе. За годы деятельности ассоциации проделана большая работа по межпарламентскому сотрудничеству, координации деятельности законодательных органов субъектов Северо-Кавказского федерального округа по развитию парламентаризма и демократических норм, сказал спикер парламента Южной Осетии. В ходе заседания Северо-Кавказской парламентской ассоциации обсуждаются актуальные вопросы взаимодействия законодательных органов членов Северо-Кавказской парламентской ассоциации. Албуров выразил благодарность Ассоциации, парламентам региона за поддержку, оказываемую Южной Осетии, и подчеркнул актуальность обсуждаемых вопросов для республики. С первых дней начала специальной военной операции на Украине он был на передовой. Смелый, с обостренным чувством справедливости Тамерлан Устаев встал на защиту интересов граждан Донбасса. 26 сентября группа, в которой находился Устаев, попала в засаду. Жизнь 21-летнего парня оборвалась. Проститься с героем пришло руководство республики во главе с президентом Аланом Гоглоевым. Память о бойце навсегда останется в сердцах любящих его людей. Сегодня Осетия простилась с добровольцами из Южной Осетии, участвовавшим в СВО Тамерланом Устаевым. Он не раздумывая отправился в зону боевых действий, когда началась спецоперация. Многочисленные уговоры семьи не повлияли на твёрдое решение Тамерлана в стадии Букобок с осетинскими бойцами. Многочисленные уговоры сув stumble. 26 сентября группа, в которой находился Устаев, попала во вражескую засаду. Надежда на то, что он жив или находится в плену, не покидала родных до последнего. В Харьковской области, недалеко от населенного пункта Изюмский, подразделения ветераны, в составе которого был наш боевой товарищ Тамерлан Олегович, столкнулись с превосходящими силами противника, в результате чего данное подразделение было отбито, так сказать. За мужество и героизм, приявленные при выполнении боевой задачи, рядовой Тамерлан Олегович Устаев представлен государственной наградой Российской Федерации. Боевые товарищи-сослуживцы отзываются о Тамерлане, как о храбром войне. Несмотря на молодой возраст, Тамерлану был всего 21 год, он всегда рвался в бой первым. Молодой парень с сильным духом и несломленной волей. Устаев воевал в составе добровольческих подразделений «Аланья» и «Ветераны», а также одного из регулярных воинских подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. В последний путь герои опроводились воинскими почестями. Тамерлан Устаев посмертно награжден медалью «Защитнику Отечества». Вызов. Проект под таким названием стартует на ГТРК ИР. Автор Арзума Медова расскажет зрителю о жизни ребят, участвующих в специальной военной операции на Украине. И удалось связаться со многими участниками СВО, которые также адресовали слова поздравлений с праздниками народу Осетии. Яна Плеева продолжит тему. Специальный проект «Вызов» под авторством Арзума Медовой стартует на телеканале ИР. Передача о жизни, судьбе и подвигах героев нашего времени, участниках специальной военной операции. В первой программе пожелания жителей Южной Осетии и тем, кто сегодня на передовой. И в празднике эти ребята выполняют поставленные перед ними боевые задачи. Продолжение следует... Автору удалось связаться со многими участниками специальной военной операции, которые также адресовали слова поздравлений с Новым годом народу Осетии. Кроме того, звучат слова благодарности за то, что осетинский народ сплотился вокруг этих героев, поддерживает их и тысячи людей участвуют в сборе гуманитарной помощи для бойцов. Спасибо за то, что в каждый праздник мы здесь на передовой чувствуем поддержку своих, чувствуем поддержку из тыла. Во многом благодаря этой поддержке мы здесь каждую секунду чувствуем, что делаем правое дело. В проекте истории тех, кто храбро сражается на передовой, истории тех, кто пожертвовал жизнью ради победы и мирного будущего. Яна Плиева, Оксана Таттаева, информационный выпуск «Сегодня». 13 января отмечается Старый Новый год. По преданию и сложившимся традициям, наши предки Старому Новому году придавали особое значение. Считается, что именно сегодня начинаются новые дни в наступившем году. По-стински так и называется – Нокбун. К празднику готовились основательно и придавали этим дням особое значение. Как принято его отмечать, расскажет Анжела Кукоева. Старый Новый год в Осетии отмечают по-особенному. Несмотря на новое летоисчисление, многие до сих пор считают, что Новый год наступает именно сегодня. Наши предки называли его Нокбун, а многие традиции мы бережно храним по сей день. Нокбун. Нокбун. В канун праздника на рынках и в магазинах всегда многолюдно. Там сельчане привозят на продажу мясомолочную продукцию, овощи и многое другое. Каждый старается приобрести самое необходимое – успеть подготовить праздничный стол и отметить Старый Новый год в кругу семьи и близких. Музыка. 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 Со старым Новым годом связано множество обычаев и традиций. Один из необходимых атрибутов старого Нового года – пирог «Артхурун». В пирог клали монету – символ богатства, комок шерсти, чтобы приплод скота был большим. Зерно – символ изобилия, нитку, что означало дорогу. Утром 14 января первый гость, переступивший порог дома, рассыпал по полу горсть зерень кукурузы и пшеницы. С пожеланиями этому очагу стольких же удач, сколько зерен на полу. Анжела Кукуева, Рауль Кочи, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Сегодня в Подмосковье во Дворце культуры Каринской состоится традиционное праздничное мероприятие под названием «Старо-новогодние ритмы». В ходе мероприятия будет представлена концертная программа, где своим творчеством собравшихся будут радовать заслуженные и народные артисты Российской Федерации. Среди почетных гостей концерта наш соотечественник, заслуженный артист Республики Южная Осетия Игорь Тосоев. Он представит российскому зрителю пять музыкальных номеров. Сегодня в Северной Осетии в городе Дигара стартовало первенство Республики по тяжелой атлетике. Соревнования будут проходить с 13 по 14 января включительно. За призовые места будут бороться юноши и девушки в возрастной категории от 13 до 17 лет. Среди участников и югостинские тяжелоатлеты. Как сообщает тренер спортсменов Александр Касабиев, ребята готовились усердно и настроены только на победу. Соревнования являются отборочными на первенство России, которое состоится в феврале в Санкт-Петербурге. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. Субтитры предоставил DimaTorzok На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуэва. Желаю вам всего доброго и хороших выходных.